бокс это противостояние двух атлетов бокс это такой вид спорта где без травм иногда не обходится ходит в ринг два человека и стоит сражается отстаивать каждый свои принципы цели я считаю что этот вид спорта который воспитывает настоящих мужчин бокс это королева всех видов спорта так скажем король всех видов спорта это очередное шоу 16 сентября которое будет организовано здесь в москве 9 июня вот крайний карт в клубе газ голдер был я считаю очень удачный вообще очень удачное мероприятие прошло было много гостей был sold out и такая была хорошая душевная домашняя атмосфера которую мы сейчас попытаемся повторить на более большой площадке на арене московского большого цирка в единоборство меня привел мой отец мне было 8 лет я занималась рукопашным боем кикбоксингом и потом мы как бы перешли на бокс потому что это олимпийский вид спорта от высших достижений вот и как бы остались но я осталась в боксе продолжила заниматься боксом но как бы с отцом потом с другими тренерами и так далее это было 12 лет назад привел папа за руку ну для меня бокс это и есть жизнь так как я все время в боксе он каждый день с утра до вечера я в зале заниматься вообще с детства акробатикой сначала из акробатикой я перешел значит получается в кикбоксинг а из кикбоксинга я ушел в бокс но если честно первые тренировки мне не очень понравились потому что я любил играть футбол но затем как-то я влюбился в этот вид спорта и по сей день я им занимаюсь в бокс меня отец привел он меня заслуженный мастер спорта по кикбоксингу по боксу он мастер спорта у советского союза и вот так вот он решил первый сын будет спортсменом второй сын уже по учебе пойдет ну для меня он особенный спорт потому что здесь закаляется характер и столько знакомств благодаря бокс и столько повидал поэтому что может быть еще лучше тренер это большая роль спортсмена в боксерской жизни занимается с андреем опытом мы очень благодарен он уделяет время на меня тренер это наставник учитель в первую очередь и ну как бы многие в наше время стали путать что такое ну тренер инструктор тренер для меня в первую очередь это учитель который спортсмену дает дорогу в будущее дорогу в жизнь альберт муталибов сейчас готовлюсь под его руководством тоже многое дает очень хорошие вещи то что нужно для этого боя конкретно поэтому тренировочным процессом и тренером я довольна полностью на самом деле каждый новый человек с новыми эмоциями с новым темпераментом пробуждает новые силы рождает в тебе чтобы вновь с энтузиазмом заниматься любимым делом если ты живешь этой работой тогда ты можешь быть нормальным тренером на моем нормальным наставником если для тебя это какая-то там система времяпрепровождения или хобби это очень спорно насколько ты можешь ждать результата своей работы в главном бою глеб бакши наш бронзовый олимпийский призер встретиться с хуан руисом с венесуэльцем проживающим в мексике боксирующим под обоими флагами и под мексики и под венесуэлей такой венесуэлы такой очень агрессивный боксер именно латинская школа бокса вот ну а глеб это наверное сейчас самый яркий дебют дебютант профессионального бокса из российских спортсменов я хочу провести яркий поединок это определенный этап моей карьере я боксирую в главном бою вечер это мой второй поединок в профессионалах я сейчас уже боксирую в главном бою мне кажется мало кто может этим похвастаться и я хочу выступить ярко я хочу чтобы зрители любители бокса по-настоящему это оценили ну и в первую очередь я хочу сделать все возможное чтобы было жарко и придя домой я бы гордился как он в первом раунде на первых секундах нокаутировал 9 июля манука деланьяна очень крепкого армянского боксера который в принципе почти никогда не оказывался на полу всех удивило и всех заставила об этом говорить со главное событие не менее занимательное не менее яркое это бой сибиряка ивана козловского каждый турнир для меня значимый после небольшой паузы мне хочется скорее вернуться в ринг и выиграть как можно ярче поэтому я мотивирован сопернику желаю удачи что все прошло без травм но я могу сказать одно что бой будет очень зрелищный и конкурент также пётр васильев встретиться с павлом маликовым ольга гурова встретиться софия бромян за титул евразийского боксерского парламента сейчас предстоящий бой это для меня вот самый главный бой в моей жизни будет и как как сказать шаг шаг за шагом степ-бай-степ иду к большим победам хорошо обученный я ничего плохого не могу сказать за свой соперник соперник как соперник желаю только удачи своему сопернику но предстоящий турнир это будет бой титульный бой за поясе битвы ожидания конечно от себя выиграть и показать красивый бой нет я знаю соперницу я знаю что она может что она делает я под это готовлюсь поэтому я жду от этого боя самое яркое самое грандиозное шоу предварительные бои в которых выступит давлад болтаев таджикский спортсмен который сейчас проживает в москве имеет огромную базу таджикских болельщиков которых мы тоже приглашаем посетить данное мероприятие чтобы вы могли вживую поддержать давлада на своем сопернике я думаю он выступал полюбиться как я хороший опыт в любительском боксе и вот думаю думаю то что будет хороший бой он умеет там обыгрывать я это у меня хорошо получается но в бою все покажем кто подойдет лучшей форме и тот выиграет как он как я молодой голодный я тоже много тренеров которые воспитали ни одного чемпиона конечно ты можешь но опять же это должно быть стечение обстоятельств то есть должен быть спортсмен одаренный который может стать чемпионом должна быть команда ну и по жизни удача чтобы все складывалось должным образом если у тебя нету желания желание трудиться желанию полностью отдаваться своему делу если у тебя нету стремления и веры в то что ты делаешь ты чемпионом не станешь надо в первую очередь верить в то что ты делаешь для того чтобы побеждать выигрывать и становиться чемпионом то это врожденное качество просто чемпионство это сплетение трудоспособности это некий стержень в человеке без этого никак это невозможно взять и внушить человеку что он будет чемпионом либо он является им либо нет зачастую здесь работа и тренера который воспитывает дух чемпиона у меня брат умер я был финале финале чемпионат азии я ему обещал другим старшим братом обещал тренинг обещал то что я до стыдно что то что я стану чемпионом мира и это мотивирует чтобы я данное слово сдержал чтобы я сказал это и шел к ним и достиг этой цели есть воля есть победа есть воля есть успех есть воля есть цель которой мы стремимся и который мы достигаем я хочу давать людям именно зрелище то есть вернуть зрителя к боксу вернуть понимание людей что бокс это спорт номер один